15 лучших из лучших. 13 февраля в Центре духовной культуры имени Щепкина подвели итоги конкурса «Человек года Курская Антоновка». Врачи, литераторы, ветераны, бизнесмены, ученые. Те, кто не жалея силы времени, без остатка отдает себя работе и трудится на благо Соловьиного края. О курянах, чьи имена надо знать, расскажет Анна Пикулина. В этих тонких, задорных аккордах заключена вся русская душа. Трехстронная щебетунья, способная увести в пляс любого. Секреты звучания и рождения балалайки до малейших деталей, известные Валентину Ключерову. Скромный мастер славится своими работами во всем мире. Кто, как не он, достоин победы в номинации «Золотые руки». Надо любовь вкладывать, сердце свое вкладывать в работу. Я первые инструменты делал дома. Пять или шесть инструментов. Я сажусь в кресло, беру и сплю с ним. Мне нравится эта работа, понимаете. Светлая и яркая номинация творчества. Светлана Кустина. Вот уже 10 лет звучит под сводами курских храмов хор Вознесения, даря благодать всем молящимся. Матушка Светлана, его сердце. Победительная, убедительная, я, поиск вашейся, возле благодати. Серафим Саровский говорил, что нет выше на земле послушания, это как служение Богу в качестве певчего хора. Потому что церковная музыка для богослужения, пения, это очень важно на самом деле. Номинация «Преодоление». Ее присуждают тем, чья воля к жизни и труду безгранична. Тем, кто своим примером дарит надежду. В 10 лет Олег Кощавцев получил травму позвоночника. Врачи говорили, что мальчик с трудом будет даже сидеть. А он стал серебряным призером Кубка России по пауэрлифтингу, обзавелся с семьей, построил столярную мастерскую. И продолжает мечтать. Заниматься здоровьем, заниматься спортом, помогать ребятам, школьникам, которые приходят. Что мне казалось, это очень интересно. У меня еще есть напротив дома сад. И там есть колодец, и там хочу баню построить. Это была моя большая мечта. Событием года стало открытие мемориального комплекса «Тепловские высоты». Они летом 43-го были ключом к Курску, который больше не вернулся в руки фашистов. Вот та большая работа, которая проведена по увековечиванию памяти наших бойцов на Северном фасе, она отмечается сегодня, и мы тем самым думаем, что это и есть возврат исторической справедливости по увековечиванию их памяти. В этом году Курской Антоновке исполнилось 16 лет. За это время общественное признание получили порядка 260 курян. Но достойных гораздо больше числа награжденных. А значит, следующий год будет не менее урожайным. Анна Пикулина, Денис Федорков, телеканал СЕИМ.